Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, вроде как стабилизировался биточек. И похоже, что вырисовывается неплохой локальный сетапчик, ребята. Сейчас давайте об этом поговорим. Сразу вваливаем лайки, если вам нравится криптоконтент, и проверяем подписочку на наш канал. Значит, что мы тут видим? Мы тут видим следующее. Вчера мы об этом говорили в нашем стриме с вами, что биткоин прекрасно вернулся на сетку EMA Ribbon на дневном таймфрейме. Тестирует сейчас ее нижнюю границу. Он также может, в принципе, и уйти ниже, как мы видим даже на бычьем локальном тренде. Поэтому это не то, чтобы ультимативная поддержка, но также это 0.23 уровень FIBA. Локальный вот этой Fibonacci, который мы натягиваем снизу до хая локального. Это 0.23 уровень. И следующий уровень, если мы продолжим падать, это 0.38. Соответственно, мы все еще можем, даже я бы сказал с высокой долей вероятностью, упасть на уровень 0.38 FIBA. Это примерно 25 тысяч долларов 200. 25 сто. Ну, короче, 25 тысяч долларов. Может, мы сейчас отскочим и потом туда еще сходим, понимаете? Это будет все еще вполне себе нормальная коррекция, поскольку у нас здесь, как вы можете видеть, совпадают и горизонтальный уровень, это предыдущее сопротивление здесь, и также 0.38 уровень FIBA. И также вот эта вот некая параболическая такая желтая закругляющаяся дуга, которая тоже может отработать в перспективе, как ультимативная точка отскока для биткоина. И после этого мы уже продолжим возвышающееся движение туда, в канал средних значений. Я вам напоминаю, что это у нас приблизительно 35-50 тысяч долларов за биткоин вот в данный момент, поскольку мы находимся в глобальном логарифмическом росте, даже несмотря на то, что у нас год было падение. Вот. Это все то, что я ожидаю. Дисклеймер, не финансовый совет. Может вообще все получиться наоборот. Биток соскамится, и вы потеряете все деньги. Но если вы готовы этим торговать, друзья мои, то я вам напоминаю, что лучшие ссылки, конечно же, у нас под видео. Лучшие биржи, рабочие обменники, аналитика и полезные сервисы, графики, как настроить ТРДР. В общем, ознакомьтесь, пожалуйста, с описанием. Все ссылки проверены и рабочие, так что пользуйтесь на здоровье. Этим вы поддерживаете наш канал. В общем, смотрите, что происходит. На ТРДР у нас с вами загорелся достаточно сильный сигнал на наших настройках. ТРДР, кто не знает, это очень полезный сервис. Ссылка сейчас появится сверху. Обзор, точнее, как правильно его настроить. А ссылка на него есть также в описании. Соответственно, что мы здесь видим? Что загорелся желтый сигнал. Иными словами, это очень сильный уровень. Здесь у нас плита ордеров держит цену по 26. Вот, как вы видите, 600 готовы откупать. И ниже очень бычий стакан. Ну, очень большая плотность покупателя. Чего не скажешь про продавца. То есть, наверх, вон, до 31, тут лететь вообще можно, стакан считай, пустой. Короче говоря, как мы видим, эти сигналы отрабатывают у нас практически идеально с вами. Практически идеально. Нет, конечно, ничего идеального. Но вот здесь вы видите, что все последнее время эти уровни показывали очень хорошо. Вот здесь был уровень удержан. Здесь был, кстати, шартовый уровень где-то. Почему-то он на 4-х часовике не закрепился. Вот сейчас на 4-х часовике закрепляется лонговый потенциальный уровень. Поэтому, друзья, я уже потихоньку начинаю откупать обратно лонг. Вот. По битку я, конечно, тут устроил хомикадзе 18-е плечо. Ни в коем случае не повторяйте это за мной. Я просто выйду, если что, по стопу. Вот. Остальные позиции тоже потихонечку набираю. Эфир, дэш, лайт, рипл, мана, бит, дао. Аудио пока еще не открыл. Но я думаю, что тоже. Я думаю, что тоже пора. Посмотрите, как неплохо скорректировался аудио. Аудио упал на 34% от своего локального хая за пару дней. Ну, в принципе, мы видим с вами, что он может падать и на 48-49, как и любой альт. Поэтому надо посмотреть. Но, тем не менее, он тут очень побыче пробил этот треугольник. И сейчас вернулся снова в него. Снова в него. И RSI у нас очень перепродан на 4-х часовике. Короче, смотрим. Если мы сейчас пробиваем его наверх, то все отлично. А вот если вниз пойдем, то надо будет немножко подождать. И дадут еще зайти нормально. Но что-то мне подсказывает, что все-таки наверх сейчас пойдут все рынки. Потому что, еще раз вам говорю, отдаляясь, вы смотрите вот на дневки. Мы всего лишь скорректировались на EMA Ribbon. То есть, абсолютно здоровая коррекция пока. Но все уже обосрались, как будто бы там, я не знаю, коронадамп очередной. Эфир давайте глянем. Посмотрите, эфириум то же самое. Сходил, пробил, отретестил зону вот этого сопротивления, да, в 2000. И вернулся. Вот что он сделал. Он вернулся на, опять же, на тест сетки EMA Ribbon. В принципе, тут еще даже ему вниз сходить чуть-чуть есть куда. По Fibonacci все то же самое, 0.23 FIBA. Все еще можем упасть на 0.38, это 1660 по эфиру. И, в принципе, такой вариант тоже возможен. Поэтому вот где оптимальная зона, где оптимальная точка входа, на мой взгляд, сейчас в вальты и во все, да и в биток тоже. Это между 0.23 и 0.38 FIBA. Если упадем еще ниже, прекрасно, на 0.5 тоже догружаетесь, и у вас средняя, получается, 0.38. Статистически она отработать должна очень хорошо. И эфир смотрит при этом раскладе-то на 3.500, 6, куда-то туда. Многие скажут, что это бред, но в итоге, скорее всего, так и будет. Друзья мои, как обычно, да, еще выше гораздо улетит. Туда, куда никто не ожидает вообще. Ну и потом вот, посмотрите просто на такую вещь, как 7-дневные возвраты. У нас с вами по битку минус 10, по эфиру минус 12, по BNB, кстати, он стоит, ничего себе. XRP минус 12, минус 13. Короче, все на самом деле сливается сейчас. Все сливается сейчас. И, по идее, в рамках бычьего тренда, в который мы вроде как вошли с вами, да, о чем свидетельствует много метрик, да, практически все, и здравый смысл. Ну вот, допустим, посмотрите, что происходило всегда, когда биткоин пробивал трехнедельный RSI выше 50. Вот у нас тут было сопротивление, которое мы пробивали, RSI уходил выше 50. Это всегда триггерило уже серьезный настоящий бычий рынок. Вот сейчас мы в той же ситуации находимся. Спасибо товарищу TechDev, что отметил этот факт. И, опять же, если мы смотрим недельные свечи, то они у нас зеленые, и мы видим, что тренд бычий. Соответственно, принимая этого внимания, сейчас, конечно же, нужно набирать лонги, друзья мои. Но принимая все риски на себя, естественно, потому что этот рынок, это дикие джунгли, здесь гораздо легче остаться без штанов, чем уехать на ламбе. Поэтому просто держите это в голове. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь к нам на канал, если вы у нас новенький. В телегу проверяйте подписочку. Всем профитролей, удачи в торговле, и до следующих выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok